Друзья, всем привет! С вами Алмиор и это обзор на игру Мечи Магии Осия. Давайте начнем новую игру и перейдем к созданию персонажей. В принципе здесь предлагают нам уже сразу же 4 персонажа. Рыцарь, Ворк, Клирик и Волф. Я думаю менять смысл нету на друидов, там стрелков и монахов. Единственное что, мы поменяем дам на мужиков. Я тебя не разочарую! Эй, посмотри на меня! Переименуем игроков и немножко конечно поколдуем здесь с их навыками. Смотрите, кто играл, кто не играл, кто помнит, кто не помнит, кто знает, не знает. Мечи Магия 7 это идет как бы продолжение игры Герои 3. Только от лица игрока, ну то есть уже не стратегия от третьего лица, а от первого лица. Ну как объяснить, сейчас дальше будем играть и все поймете. Только мы играем не одним персонажем, а четырьмя, то есть мы играем отрядом. Так, нам идет первый Гоблин Рыцарь. В принципе, я думаю, оружейник и лук, пусть так наверное и будет. Хотя мы можем убрать у него оружейник. Потому что уменьшает время на восстановление оружия ближнего боя. Нам это особо сейчас не приходится. Думаю, мы лучше ему дадим Атлетику. Увеличим ему здоровье базовое. И переименуем его в Бэтмена. Следующий у нас идет Вор. Вор, ну это в принципе основной персонаж, который будет открывать у нас все сундуки. Искать ловушки, искать секреты. И поэтому мы уберем кожаные доспехи. Сразу же у нас будут безброньки. И поставим его в восприятие, чтобы он обнаруживал скрытые ловушки, скрытые секреты. И переименуем его в Смеагорлус. Ну или просто в Смеагорл. Дальше Гном Клирик. Это наш хилер. Хилер. Не знаю, алкемия ему не нужна. Мы дадим ему купца. Он будет торговцем у нас. Потому что он его может прокачать до магистра. И торговец сначала вам в принципе пригодится. Чтобы немножко сэкономить денежку. Денежку. Назовем мы ему Воха. И так как мы изменили портрет персонажа. То есть пошли изменить. То скинулись автоматические настройки. И мы в принципе можем его здесь немножко подкорректировать. Так как этот маг, сила нам не нужна. Мы убираем на минимум. Дальше Интеллект. Интеллект Волвху нужен. Он дает очки магии. А, Волвху. У нас Клирик. Клирику он не нужен. То есть убираем Интеллект. Нам нужна Сила Духа. Да. Силу Духа мы добавляем. Пока думаю 18. Выносливость. Выносливость жизни. Но у него и так показатель неплохой. Так как у Гнома. Можно один раз дать. На 16. Тем более двойной навык идет прелестно. Меткости чуть-чуть добавим. Ну, хотя не особо она и нужна. И скорость. Нет, меткость мы, наверное, уберем. Он нас будет основным хилять. Ну, надо из Лука пострелять. Ну, это такое. Добавим немножко скорости. Чтоб он не отставал от остальных. Ну, и, соответственно, вольем все в маги. И жизни. Максимум. Будет такой у нас толстячок. Гномик толстячок. Так, нет. Уберем здесь. И уберем здесь. По чуть-чуть. Потому что это, наверное, принадлежит следующему. Волху. Персонажочки. Так, Волх. Волх. Это он... Это маг. Это маг. Основной у него идет огонь. Навыки. Земля, вода, огонь. Короче. И Волх и Клерик. Для тех, кто не знает. Это два класса, которые достигают топовой магии. Тропа света и тьмы. Волх и Клерик. Да. Это мы когда будем выбирать сторону света или тьмы. Эти персонажи смогут изучить эту магию. Так, сила нам тут также не нужна. Интеллект Волхом как раз таки нужен. Добавляем. 20 пока хватит. Силу духа убираем. Она не нужна. Не нужна. Меткости тоже чуть-чуть уберем. Добавим выносливости. Скорость, скорость, думаю, хватит. И удачи, думаю, хватит. Давайте выносливость. Интеллект. Отлично. Так, дальше. Воздух. Воздух нам не пригодится сразу. Мы возьмем алхимию. Хоть он на магистра и не пойдет сразу. Но нам нужен кто-то, кто будет баночки делать на лечение. От слабости и прочего. Можно было взять, конечно, ему опознание предмета. Опознание предмета. Но можно взять это вместо кожаного доспеха. Думаю, так будет идеально. Да. Так мы сэкономим сразу денежку. У нас есть торговец. У нас есть опознать предмет. У вас приятие ловушки. Думаю, отлично. А, мы его не назвали. Назовем его Тарсонис. Просто Тарсон сокращенно. Все. Давайте смотрим ролик. Не знаю, ролик так себе, конечно. В принципе, это как показывают, типа, как, ну, допустим, наш отряд. Что мы ходим. Вот у нас список. Мы ищем предметы, чтобы выиграть состязание. Слушайте, слушайте. Ну, и, соответственно, вот сами правила состязания. Состязание на Изумрудном острове начинается. Победитель получит в награду замок Хармонди и земли, прилегающие к нему. Но будьте осторожны. Изумрудный остров полон опасностей. Ну, вот, в принципе, сразу же одна заставка и все объясняет, что нам нужно сделать. Нам нужно найти предметы, нам нужно выполнить задания. Из-за этого мы получим замок и прилегающие вокруг него земли. Ладно. Скипаем. Захотите посмотреть заставочку. Если будете играть, сами ее, в принципе, посмотрите. Итак, мы прибыли на остров. На остров. Давайте откроем карту. Вот такая карта. В принципе, вот здесь остров, он небольшой. Его мы разведаем очень быстро. Сознаюсь я, конечно, поиграл немножко, чтобы вспомнить управление. Что да как. Посмотреться. Вот наши четыре персонажа. Вид, вы сами видите, какой. Входим здесь с девочками. Так, это у нас подсказчик. Он, наверное, не нужен, но ее отключим, чтобы не мешало. Инвентарь. Мы получили вещи. В принципе, то, что мы брали здесь, навыки. Посор. Доспехи мы не выбираем, у нас нет доспеха. Кто у нас доспехи брал? Доспехи у нас брал вот человек. Вот. У нее есть доспехи, у нее есть булава. Соответственно, то, что мы выбираем, то нам и дают. С самого начала. Колечко. Колечко простое, не магическое, не полезное. Буду знать новое заклинание. Потрясающе! У меня новое заклинание. Тут алхимия. Ну, это как раз и мы. Алхимику. Колечко на алхимику. Так. Давайте, наверное, отключим музыку. Потому что она немножко... Немножко сделаем ее тише. Напрягает. Так, дальше. Кинжал. Это мы что-то баночки накидали, не знаю зачем. Если он не алхимик. Колечко тоже простое, но с жемчуглом. То есть дороже. И это у нас самый воин бравый, сильный. Бэдмен. И тоже простое кольцо. Тут нам не повезло, конечно. Итак. Давайте пройдемся, осмотримся. О! Едина два дня и кольцо. А распознать предмет у нас вроде бы... Да. И он... Давайте ему скинем. Может распознает. Да. Туповатый. Ну ладно. Это пока. Так. Здесь куча домиков. Мы можем по этим домикам ходить, разговаривать с людьми. Тут нас предупреждают, что здесь стрекозы, очень опасно. Есть дракон, ну и прочее. То есть здесь бесполезный домик. Есть стоят люди, вот так ходят. С ними можно разговаривать. Нанимать их. Этот человек, если мы его наймем, дает нам дополнительные очки к навыкам нейтрализации ловушек для всех персонажей. Ну и в принципе из-за этого он берет 2% всего золота, что мы идем. Я думаю нам, ну, 2 очка, 4 очка к навыкам особо сейчас не нужны. Это так. Может найдем кого-то пополезнее, тогда мы его наймем. В принципе остров тут, как я уже говорил, небольшой. Вот здесь, например, находится... Это дом мэра. Двухэтажный такой домик. Все одноэтажные. У него двухэтажный. Вот здесь у нас они дают нам, в принципе, основное задание. Правила гонки. Судье мы здесь даем предметы, которые находим из списка. Ну и тут мы, в принципе, берем вот дополнительное задание по пропавшим участникам. Нам рассказывают, что мы получим земли, что нам нужно победить. Ну, это не важно. Вот наше задание. Достать красное с надобья, доставить морскую раковину, достать большой лук, половую плитку в суде, музыкальный инструмент, ну и шляпу изобилия. Красное с надобьями делается элементарно. Алхимиком. Вот для чего надо брать с самого начала алхимика. И сдаем. Первый предмет сдан. Дальше. Дальше. С кем-то надо поговорить и взять у него музыкальный инструмент. С кем, я точно не помню. Что ты нам даешь? Оружие, доспехи, два очка каждого персонажа. Нет, спасибо. Тем более, у нас только одно место. У нас здесь помощник, которого нельзя, к сожалению, выгнать. Да. Так, здесь живут торговцы. Они также обучают ношению доспехов и владению разными видами оружия. Но у нас на данный момент просто банально на это нет денег. Так, ты кто у нас? Шут. Пять дополнительных баллов удачи для всех. Один процент. Ну, удача это хорошо, но не нам на острове, думаю. Так, музыкантка, инструменты, людня. Пятьсот золотых. Так, надо запомнить, где она находится. Возит таверны. Доработаем пятьсот золотых. О, защита от огня. Жалко временно. Не постоянно. Тут у нас кто живет? Членство гильдии воздуха, членство гильдии огня. Так, это надо обязательно вступить, чтобы можно было торговать и изучать магию этих школ. Все, денег у нас нету. Мы бомжи. Так. Так. Куда пойти? Куда нам пойти? Насколько я помню по карте, здесь трикозы, здесь пещера где-то дракона и вход в катакомбы. Но нам туда рано. Немного. Рановато. Ну, тут всякие гильдии. Здесь магию можно всякую брать. Ну, для начала она нам особо не нужна. Здесь живет алхимик. Тут у нас измрудные волшебства, торговля. Здесь мы можем колечки продать свои. Продать. Чуть-чуть денежки у нас появилось. Также, вы видите, обучает навыков. Починить предмет и опознать предмет. Но опознать у нас уже один есть. Правда, не очень он и опознавает. Но починить нам пока не надо. Так. Что нам это дает? Ускорение. Хорошо. Час 18 минут. Вот там летают опасные стрекозы. Стрекозы. Желтенький цвет покрасились. Персонажи. Это значит, что опасно. Рядом опасность. И в красный это уже очень близко. Вот нас уже даже бьют. Так. Надо убегать. Убегать. Потому что нас сейчас убьют. Мы еще слабенькие. Первого уровня. Вот мы сейчас спрячемся за этими рыцарями. И они нам помогут. Помогут. Ох. Кстати, хорошо. Они нам помогли убить стрекоз. Так. Что здесь на горе? Пушечка. Можно с пушечки пострелять. Типа по кораблю стреляем. И тут нам дают бафик. День богов. Что дает День богов? Это мы из колодца попили. День богов нам дает кучу навыков. Чуть ли не в капзане, наверное. Это хорошо. Нам надо полечиться. На сколько? На день. 46 секунд. Отлично. Очень хороший бафик. Я думаю. Защита от огня. 4 часа. Это здесь дракония пещера. И нам сюда рано. Нас он здесь убьет с одного выстрела. Давайте пока побегаем. Здесь еще что-то посмотрим. Да, тут пещера. Катакомбы. Храм луны. Тоже пока нам сюда рановато, мне кажется. Более, что у нас жизни не полная. Это навыки. Мы же выиграли. Навыки. Супер. Нам дали навыки. Давайте куда-нибудь их раскидаем. Опознать предмет. Опознать предмет. Нет, давайте тут, наверное, восприятие. Вот тут мы... Тут я даже не знаю. Атлетику добавить. Жизнь ему. Давайте атлетики добавим. Сколько у него жизни? 40. 95. Красавец. В принципе, все довольно-таки толстенькие. Так. Опознать предмет. Мы ему единичку добавили. Может что-то... Простое кольцо. А тут надо чуть-чуть добавить навыков. Возьмем уровень, добавим им навыки. Он уже будет, наверное, опознавать получше предметы. Так. Здесь вот палатка стоит. Это, наверное, палатка лекаря. И, как я помню, в этих колодцах можно пополнять здоровье. В эту игру я играл, наверное, в году 2002-м первый раз. Она 99-го года выпуска, эта игра. Перед ней была еще часть Мечи Магия 6. Ну, я как-то прошел мимо нее и особо в нее не играл. А вот эта часть мне запомнилась очень хорошо. И была чуть ли не в одно время моей любимой игрой. Часами зависала в нее. Сутками. Почему? Потому что здесь... Так. Ребята устали. Ребята устали. Баночек у нас мало. Мы пока их сэкономим. Идем к аптекарю. Денег чуть есть. У нас, наверное, от усталости вылечит. У него сразу данные должны падать. Я не знаю, тут не показывают. Слабость вот. У худшей из недуга, которой страдают персонажи. Такие, как отравление. Ну, короче. Не важно. Тут полечимся от усталости. Все отлично. Так вот. В эту игру можно переигрывать разными персонажами, разными сетапами. Играть одними магами. Пытаться играть одними войнами. Но играть одними войнами я не советую. Что, кстати, тут у нас удачу дают. Не всем. Кому-то два раза, кому-то один раз, кому-то три раза. Странно. Лотерея. Так, возьмем опять ускорение. Давайте еще стрекоз подманим на рыцарей. Дай посложнее. Хо-хо-хо, красава. Смотрите, мы целую игру испугнули. Сейчас нас будут бить, кусать. И, и бежим, 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 бежим. Так, что-то их много. Давайте вот эту убьем. Сейчас, может быть, набьем себе один уровень. На вот этих стрекозках. Нам ребята помогают. Но главное их не задеть. Потому что если мы их заденем, они будут нас убивать. А они довольно-таки сильные. На данном этапе мы слабые. Давай мы эту убьем. Ой, хорошо. Сейчас потом трупики пособираем. Боже мой, людей поубивали. Не, меня бить не надо. Я хороший. Я не наврежу. Да, ну почти. Вот чуть-чуть, правда, одному навредили. Цыганки какой-то. Так. Так. Пособираем. Это кто у нас? Кидала какая-то. Так, ты кто? Пять дополнительных баллов. Удачи для всех. Нет, до свидания. До свидания. Это у нас кто? Привет. Шесть дополнительных очков к навыкам нейтрализации ловушек. Не надо нам. Не надо. Ты у нас кто? Так. Ага. Ага. Это дает нам джезл за какое-то одолжение в будущем. Не знаю. Ну, хотите, почитайте. В принципе, я беру этот джезл, чтобы убить дракона. Я просто помню еще давно, когда играл. Очень давно. То как раз джезл помогает убить дракона. Там снять ему очень быстро. Там треть хп. Или даже половину. Ну, смотря как повезет. Так что он нам пригодится. Я не помню, что он потом попросит взамен. И не знаю, стоило это того. Не стоило это того. Может, даже из-за этого жезла придется выбрать темную сторону. Но это, в принципе, не важно. Главное, обхватило в силу до конца пройти игру. Правильно. Мы же делаем пока мы столько летсплей. Обзор. На стартовую миссию. Стартовую локацию. В принципе, смотрите, зеленый. Не, здесь кто-то есть еще. Я думал, уже никого нет. Слабая опасность присутствует. Что нас кто-то сейчас покусает. Сейчас мы соберем золотишко. Золотишко соберем. О, даже одного рыцаря убили. У него золотишко побольше. Так, что еще? Еще тут. Еще тут, еще тут. Все, вроде всех собрали. Идемте, добьем оставшихся стрекос. И там у них сундучки стоят в домике. Мы полазим по этим сундучкам. Ох, а там их еще много. Надо их по одной как-то выманивать. С толпой. Ну его нафиг разбираться. Так, давайте атака. Кнопка А. Будет быстрее. Чем клацать мышкой. Так, где? Ага, вот они сзади обошли. Отлично. Давай нас маг полечит чуть-чуть. Не знаю, правда, вот за магию, вот за отвлечение получает он опыт. Давайте посмотрим. Просто вот интересно, да? Где наш опыт? Возраст 26. 22, 24. Самый старый. Гном 26 лет. Ну смешно. Ну как это? Ну 226 еще понять. Так, опыт 951. Смотрим. 951. Ну. Нет, нет, нет. Магия, к сожалению, лечения не дает опыт. А жаль. А жаль. Нажимаем кнопку А. Кнопочку А. У нас, к сожалению, пока есть только один дальник. Ну, можно еще магией пострелять чуть-чуть. Но так гораздо быстрее. Так. Опять сзади кто-то. Отлично. Я думаю, мы уже набили уровень. И без брони как-то нормально, да? За счет бафика. Бафик богов дает. Здесь решает, конечно, все. Жалко, с собой нельзя бафик носить. Как свиток там или что. Может потом будет магия. Это, наверное, кстати, и есть высшая магия. Света. Так. Кто-то нас сзади. Все, мы зелененькие. Значит, врага рядом нет. Отлично. Вообще красота. Думал, будут проблемы. Проблем, оказывается, нет. Так, смотрите, ящики. Опять устали. Ящики нужно открывать ворам. Почему? Потому что зачастую практически, не знаю, не в 50 даже, например, пациентам в 80 они идут с ловушками. То есть, а вор их сразу обезвреживает. Что-то маловато нам тут насыпали. Да. Это простой меч, неинтересен. На продажу. Тут у нас дали каску. Тоже неплохо. Давайте на мага. Маг у нас слабее. Удар огня тоже подойдет. В дракончика бить. Кинжал. Кинжал это вору. Спалаш это. Рыцарь. Ледная молния тоже, думаю, пойдет. Баночка. Хорошо. Ракушка. Ракушка. Ракушка это по заданию. Щит. Наверное, не знаю. Магу тоже в первую очередь. Ну, а тут баночки одни. Вот. Зато у нас теперь есть пустые баночки. И мы можем делать себе зелье. Лечение слабости. То есть в бою у нас слабость уже не застанет. Так. Проверим еще раз сундучки. Все. Мы открыли. Ничего у нас не резнулось. Ничего. Так. Что еще тут? По берегу пробежаться. Там сундучок должен быть. Да. Вон он сундучок. Градиент лежит. Реагент. Что это за колечко? Простое на продажу. Трозубец. Ну, на продажу пойдет. Копье тоже. 15 цена. Наверное, брать не будем. Хотя ладно. Ладно. Так. Дальше. Дальше. Реагенты и агенты. Мда. Многовато этих реагентов. Оденем каску на него. Колечко. Давайте сюда. В сторону. Чтоб не мешало. Чуть-чуть порядок так. Наведем. Вот так, вот так, вот так, вот так. И сюда поскладываем. Все. Тут у нас порядок. Давай, чтобы не продать. Это сюда. Это сюда. Три-четыре. Три-три. Хорошо. Кинжал. Два-два плюс два. Два-два. Супер. Чуть-чуть усилились. Уже неплохо. Есть хлам. Можно продать его. И есть даже денюжек немного. Супер. Что у нас тут мигает? Заметка. Принял огненный жезл от Мавлика. О, смотрите. Ха-ха. Да. Красиво. Автозаметки всякие. Супер. Да. Я рассказывал про то, что мы выберем потом сторону свет или тьмы. Давайте ракушку задаем. То есть, когда вы пройдете до этого момента, вот, когда вам дадут выбор, куда идти, по пути света или по пути тьмы, я советую сохраниться отдельной записью. И уже с этого момента, чтобы уже, возьмете, например, там, какую сторону выберете, поиграете, и потом, когда пройдете игру, вернетесь к этому сохранению и поиграете за другую сторону, за другую компанию. Так, мы берем второй уровень. До третьего мы еще не набили. Нам надо полторы тысячи опыта в среднем. Обучиться навыкам мы можем здесь. Атлетик и оружейник. Но это нам сейчас не приоритетные навыки. Кстати, они отдохнули, заодно выспались, пока учились. Это не приоритетные навыки. Нам сейчас нужно, нужно обучить их владению луком для дальнего боя. Одеть на них броньку. У нас двое без брони, то есть обучить броньке. Ну, в принципе, для начала это приоритет. Что у нас есть? У нас есть 1700. Давайте мы обучим броньке. Вы что-нибудь хотите? Обучим. Был кожаный доспехи. Вора и... Ага. Так. Большое спасибо. Так, и давайте, наверное, тоже вора обучим луком. Владение луком. Так, теперь надо продать, продать предметы ненужные. Все, отлично. Купить. Ух, смотрите, сколько арбалетов, луки. Красота. Сколько стоит? 150. Так, торговцам 136. И 68. А за собых? Понятно. Давайте лук купим. Нет, пока не будем покупать. Может, мы найдем. Нам нужно... Ага, нам налетнее опять не хватает. Давайте тут посмотрим еще. Что у нас тут есть? Блин, бля. Неограниченный ремонт доспехов. Ну, прикольно. Ну, не знаю. Может, в будущем пригодился бы. Ну, 2% золота. Заворует. О, сундучок. Вот и лук. Хорошо, что не купил. Так. Защита от тела. Но это на продажу. Бег мертвецов. Хорошо забег. А, это, наверное, тоже урон. И удар мысли. Это уроны. Уроны. Колечко на продажу. И реагент с баночкой. Так. Мы тут еще не бегали. Тут может тоже что-то валяться. Посмотрим. Стрекозы, наверное, арестнулись. А у нас бафика нету. Богов. Надо пойти бафик взять. Да, арестнулись. Надо аккуратненько. Сейчас вернемся. Перебьем опять стрекоз. Защиту от огня тоже, наверное, возьмем. Потому что есть огненные стрекозы красные. Быстренько, быстренько, быстренько. Не хочется затягивать с этой кампанией вступительной. Хочется быстрее пройти. Там потом у нас будет замок. Мы там очистим его от торков. Нам надо будет потом сходить к гномам. Выполнить задание у гномов. Чтобы нам это не отремонтировали. Этот замок. У нас появятся там новые крылья. Там будут сундучки всякие. Там приколы. Дальше точно не помню. В тавернах можно будет в мини-игруху. Там в карты играть. Прикольная такая. На те времена прикольная. Сейчас я не знаю. Так, давай мы оденем лук ему. Сейчас, может, никто и не оценит. Да. Смотрите. Я сейчас перешел в пошаговый режим боя. То есть нажал Enter. Поднимается рука. То есть пошаговый бой идет. Ну, это неплохо, когда идут сложные игроки. Ну, бойцы, да, боссы. То можно ходить вот так пошагово. Отходить. Но когда вот мелочь вот такая пузатая. Проще уйти, нажать, зажать кнопку А. Или клацать ее. И сразу перебивать их толпой. Танкуя, как говорится. Так, а ну давайте. Надо будет полечиться. Я забыл. Забыл сходить попить из колодца. Давайте простую убьем. И теперь этими займемся. Отошмем. Куда ты убежал? Сейчас пойдем попьем водички. И восстановимся. Ладно. Сбежал одна стрекоза. Денюшки, денюшки. Давайте ее добьем. Эй, эй, эй. А я там труп не подниму. Ладно, пусть. Ой, напугал. Так, ладно, давайте вернемся. Попьем водички с колодца. Пойдем, наверное, сходим в подземелье. Сходим в подземелье. Так, что мы можем еще один лук изучить. А, пойдем, наверное, купим ведро. Ой, ведро. Музыкальный инструмент. Музыкальный инструмент. Пока помним за него. Потом денег не хватит. Не знаю. Придется мирных жителей убивать. Хе-хе. Чтоб заработать 500 монет. Так, не хватило тебе полностью воды. Вам нужна помощь? Идите с миром. Идемте, идемте, идемте. Здравствуй. Навы вводить оружие доспеха. Пошли за два очка на каждого персонажа. Ладно. Ладно. Пока походим. Пока походим без дополнительных навыков. Нам сейчас деньги важнее. Что у нас осталось? Лук. Плитку. И шляпу. И найти пропавших участников. Отлично. Так. Идемте, обойдем гору. У нас что тут? Вот так еще. Бафика хватит. Можно огня разве что взять. Обновить. Не пойдем в пещерку храма. Так, стоп. Мы же взяли уровень. Мы можем апнуть навыки. Так, давайте ему, наверное, мы атлетику раз апнули. Давайте один раз апнем. Блин, кожаные доспехи не надо было ему апать. Он потом латы будет носить. Ну ладно, все по двоечке. Тоже неплохо. Ловушки и восприятие. Думаю, так правильно. Восприятие, чтобы видеть секреты. Тут. Тут мы апнем ему лечение и купца. А этому опознать, конечно же, предмет. И оставим на опознать предмет дальше. Я не знаю. Потому что он туповатый все равно. Идемте. Так. Зажгем факел. Чтобы было светлее. Так, летучая мышь летит к нам. Ну, это серенькие. Самые простые существа. Самые легкие. Что неудивительно, что они с одного удара умирают. Так, вот у нас секрет светится. Разрядил. Была ловушка. Проценный камень торговцу. Булава. Обычная. Щит. Обычный. Пробуждение. Кого-то если выбьют из себя, можно пробудить зеленой баночкой. Идем дальше. Направо. Заглянем. Тут, наверное, крысы у нас водятся. Да. Везет, что простые крысы не усилены. Но они пустые. В них кольца бывают. Но в этих, видимо, не бывают. О, перчаточки. Да. Весело. Ну, их даже, кстати, можно одеть. Данные. Ничего не падает. Нет. Класс брони растет. Все нормально. Можно и так носить. Так, все правильно. Налево заглянем, да? Так, что тут? Пауки зелененькие. Смотрю, какие-то усиленные. Красные. Селеные. Да. Это монстр. И мы с ними прекрасно справляемся. Не без потерь, конечно же. Все. Убили всех. Тоже пустые. Что-то маловато золота. Сундук положили. Больше ничего не валяется. Это что такое? Так, факел погас. Все пустые. Ни одного кольца. Зажали. Разрабы нам. Так, мы здесь были. А нам сюда и надо. Это основное. Так, вот тут мы не были. Опять паучки. Она сейчас, наверное, полечить будет. Медика, медик у себя. Синяя летучая мышь. О, это было непросто. Так, еще кто-то есть. Мы желтенькие. Куча золота. Тоже кучей не назовешь. Все стали зелененькие. Видимо, враг далеко где-то. О, еще одна кучка золота. Так, давайте этих обыщем. О, ты откуда? Сам прилетел. Так, у нас тут еще есть вражины. Это должно быть больно? Мне нет равных. Может, еще в бровензинобъем. Все. Никого больше нету. Все равно желтенькие. Значит, где-то кто-то есть. Дайте хоть одно кольцо. О, ну, есть колечко. Посмотрим, что это. Простой на продажу. Так. Опять факел погас. Что у нас тут? Ловушки. Тут ничего. О, тут у нас двери. Хорошие стражи, мечники. Не бьют нас. Не бьют. Так, полазим по шкафчикам. Там дверь куда-то идет. Да ну. Так, тут кричать есть кнопка. О, чтобы не мешали нам. Типа, побибикать. Так. Все, все взяли. Давайте полечимся. Мыши. Крысы. О, желтая. Еще это. Громовая. Синяя крыса. Все, зелененькие мы стали. Здесь больше никого нету. Книга какая-то нам попалась. Надо посмотреть, что за книга. И еще одна книга. Там только свитки давали. Ага. Все. Это квестовое. Пробуждение и свет факела. Свет факела это уже известно. Пробуждение. Пробуждение пока неизвестно. Так, давайте магию, которая бьет, мы перекинем с миогорлосу. А остальную пока чародея. Пока чародея. Отложим тоже. Это видеть противника вокруг. Ох ты, е-мое. Света от огня. Защита от огня нам тоже пригодится. Все, отлично. Так, еще здесь одно крыло мы не смотрели. Пойдем посмотрим, что там. Надеюсь, нас сейчас не попадет. А, нормально. Как раз. Как раз. Тоже зелененький. Безопасно. Так, сундучки. Ну, конечно, на продажу пригодится. Весело. Щит воздуха не пригодится нам. Что-то полезное нам попадет. У меня нет никаких соображений. Арбалет. Хорошо. Бронька. Мы учили броньку. И квестовый предмет. Отлично. Так, еще два самолючка. Ну, хоть что-то может распознать. Уже хорошо. Это у нас 2-3. У нас там 2, 2 и 2. Сравним по этим. По характеристикам. Удар. Удар. Реагент. Все. Мы тут. Мы тут все обошли. Это проходной. Все. Можно выходить. Можно выходить. Секреты нигде не светятся. Так, куда тут идти? Идем сюда. Идем сюда. Нет, не сюда. Сюда. И выходим. У нас остается... У нас остается... Плитка. Плитка и шляпа есть в луг и пропавших. В принципе, это дракон. Это уже нужно идти к дракону. Посмотрим сейчас, денег нам хватит или нет. Нам еще броньку бы одному одеть. У нас голый боссы. Хотя, с другой стороны, если дракон по нему попадет, по персонажу, он сразу же броньку и убивает. Ломает предметы на тебе. Так что не столь и важно это все. Покажу вам, как убивать дракона. Его не все убивают, если честно. Но, убив дракона, получится там лишние тысячи монет, около тысячи монет. И можно достать артефакт за 30 тысяч с него. Так, осталось у нас... Осталось, да. Луг и пропавшие участники. Идемте, продадим. Вот этот хлам весь. Так, булава. Он не знает. Может, мы уровень взяли. Тогда добавим еще очков. Может, хоть уже тогда он сможет простые предметы опознавать. Да. Хорошо. Третий уровень взят. Что это я нажал? Уровень 3. Здоровье. Слава даже есть какая-то. Репутация 0. Навыки. Опознать предмет 4. Ну, давай. Где эти предметы неопознанные? Я в тебя верю. Нет. Нет тебе доверия. Тупой ты был. Тупой ты и остался. Ладно. Опознаем за деньги. Так, это на продажу. Это на голову. Можно их еще щитами обущить. Добавить класс брони. Так, и у нас еще один лук надо. Тут лук надо выучить. Тут, конечно же, купец. Тут сейчас, наверное, лук надо давать ему. Пойдем на дракона. Надо хоть немного, чтобы луком молодели. Так, сейчас. Раз, два. Два лука нам надо выучить. Это сюда оружейник. Ищите новое оружие. Лук. И лук. Вещи. Одевай себе. И в пещере мы большой лук поднимем и оденем. Не будем тратиться. Давайте продадим вот это. А вот это... А, стоп. Мы хотели сравнить данные. Атака плюс один. Два шесть урон. Атака плюс три. Четыре шесть урон. Ну, тут понятно, да, что кинжал этот никуда не ходится. Давайте сохранимся. Перед тем, как опознавать вот эти предметы, лучше сохраняться. Почему? Потому что опознать предмет, он стоит шестьдесят шесть золотых. А сам предмет на продажу может стоить пятьдесят, а то и меньше. Соответственно, это может быть невыгодно. Я понимаю, что это скупердяйство. Но с другой стороны, зачем нам тратить? Сохранимся. Вот тут сохранимся. Опознать. Магически. Цена триста. Оно того стоило. Можно не загружаться. Ну вот, смотрите. Был бы этот неопознанный. Пятнадцать монет. Цена. Реальная цена. За пять можно продать. А опознать стоило бы шестьдесят. Так. Отлично. Теперь он будет бить молотком в два раза сильнее. Так. Что нам еще нужно? Нам нужна броня. Одна. Он на нее обученный. Может найдем где-то. Так. А нам больше нечего. Разве что щиты. Надо они нам не надо щиты. Тысяча четыреста. Ладно. Пока не будем обучать. Продадим этот щит. Маленький. Вы что-нибудь хотите? У нас три персонажа может носить щиты. Показать снаряжение. Продать. Пойдем в свитки. Продадим. Большое спасибо. Спасибо. Продадим свитки. Так. Что это у нас? Кстати. Школы магии. Сколько стоит обучиться? Стоимость навыка. Нет. Тысяча. Это дорого. Медитация и дух. Магия духа. Нет. Это дорого. Это очень дорого. А для нас сейчас. Потерпим мы пока месть без магии. Мы молотками неплохо бьем. Могу я чем-нибудь вам помочь? Так. У нас починить предмет и опознать предмет. Так. Продать. Продать книжку. Кольца. Немножко заработали. Так. Нам надо кольцо опознать. Сохраниться и опознать кольцо. Давайте сохранимся. Сходите снова. Перекинем торговцу колечко. Могу ли я чем-нибудь вам помочь? Опять удача. Ну. Ничего. Нормально. Спасибо. Кто у нас самый неудачный? Удача. 13. 15. 11. Ну давайте воина кинем. Пусть критует. Что ли. Итак. Что мы делаем дальше? Лук. Лук. Навыки. Лук. Чуть-чуть улучшить. Чуть-чуть улучшить. Стрекоз побить что ли. Здесь они есть. Реснулись. Что-то летает. Идемте бафик возьмем. Хотя идемте наверное сразу на дракона. Что тянуть резину? Он у нас тут обить даже собрался. Третий уровень мы взяли. Можно разве что. Атлетики их изучить. Обучить. У них жизни больше станет. Атлетики вроде бы тренера учат. Идемте посмотрим. Хотя нам сейчас не жизнь не главная. Нам сейчас точность главная. Но посмотрим. Посмотрим. Хотите потренироваться? Атлетика. Да. Атлетика. Что она нам дала? 50 жизней. Навыки. Атлетика. Да. Тут можно даже не качать. Единственное здоровье. Тут чуть-чуть можно до эксперта. Но тут конечно полностью магистр. Тебе хватит водички? Хватило. Хорошо. Идем. Побьем с колодца. Защита от огня. Дракон уже огнем плюется. Правильно. И пошли к дракончику в гости. Удачи в состязании. Дракона можно не убивать. Можно зайти. Взять лук. Который там. Побегать по пещере. Пока он бьет крыс. Пособирать вещи. И закончить миссию. Я советую потратить каких-то там 20-30 минут. И все-таки его убить. Давайте сохранимся. Назовем это Дракон 1. Пошлите. Так. Сейчас мы... Да. Нам пригодится сейчас... Вот эта вещь. Волшебная палочка. 27 зарядов. Шар огонный шар. Заходим. Включаем пошаговый бой. И перекидываем палочку тому, кто сейчас ходит. И делаем... Бум! И потихонечку разбираем дракона. Пока он отвлеченный на крыс. Так, давайте еще вот это соберем. То, что тут лежит рядом. Хорошо. Ничего, так щит упал. Жаль, что... Ой. Ой. Не то отдал. Жаль, что крыс не хватит. Даже на этих 27 зарядов. Так, давайте потихонечку пройдем. Пока мы на пошаговом собираем предметы. Нам тут крыса мешается. И лук отдадим. Думаешь, нам это пригодится? Отдадим у кого его нету. Так, палочка. Поднимем повыше, чтобы крысу не задеть. Хорошо. Вот таким макаром мы спускаем дракона. Даем его. Волшебной палочкой. Потому что она бьет по 30 урона. Ну, в среднем. А лук, он бьет в среднем 8 урона. То есть палочкой. Это делается гораздо все быстрее. Вот, смотрите. Второй круг по дамагу. И уже 20% жизни, скажем, нет. Отходим. От крысы. Так, надеюсь, у нас сейчас бить не будет. С драконом нужно осторожнее быть. Он может убить с одного удара. Кого-то из участников. И потом, знаете, ходить вместо, допустим, мага-зомби как-то не особо хочется. В начале, с самого начала игры. Это мы его воскресим. Давайте сохранимся. Сохранимся на всякий случай. Ну и продолжаем. Продолжаем мучить дракошку. Вот здесь нужно быть осторожно. Вот сейчас, когда останется последний ход. То есть после этого хода будет ходить там крыса, дракон. Не зависит. Дракон может начать ходить и начнет бить нас. Это самый худший из вариантов, конечно, для сейчас. Сейчас мы и посмотрим. Он ударит нас или кого-то другого. Ага, повезло. Он убил крысу. А теперь он смотрит на нас. Давайте один раз выстрелим. Выстрелим и побежим. Найдем. Может где-то еще крысы бегают. Так, очень близко подошли. Мы можем себя сейчас задеть. Давайте сделаем сейчас. Нажмем Enter и побежим. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй попал нам в мага. И сразу убил броньку. Ну что ж, маг. Будешь ходить без броньки. Так. Что делать теперь? В пошаговом режиме мы его бить не сможем. Поэтому. Сейчас мы подлечим. Мага. Ай, не подобрал. Лекаря подлечим. И смотрите, как действуем дальше. Сохраняемся. Таёш, мткинкор. Сохраняемся. И теперь бьем не стрелкой. Хотя можно бить и стрелкой. Нужно прислушиваться. Как здесь летят вот эти его выстрелы. Драконии. Когда мимо нас пролетает. Наверное громче надо сделать. А тут так максимум. Останавливаемся. Разворачиваемся. И стреляем. Вот. Есть урон. Так. Они у нас устали. Это очень плохо. Сейчас мы сделаем желтые баночки. И вылечим слабость. Потому что слабость это в два раза режется урон. Давайте сохранимся. И продолжаем бегать. А я и не попал. Так. Нас выбили. В кому. Лекаря. Ага. Даже не хватило одной баночки его полечить. А могло и убить. Повезло ему. Так. Давайте сейчас развернемся. Выстрелим. Есть. 30 урона. Сохранимся. И вот таким макаром. Когда заканчивается у нас волшебная палочка. Тоже просто. Все четверо стреляют из лука. Таким макаром потихонечку мы его и убиваем. Главное когда есть палочка близко не подойти. Или вот допустим сейчас если здесь выстрелить. То видите здесь пригорок. То есть мы пойдем в пригорок. И нас может этот шар магии достать. Сами себя убьем. Хорошо. Сохранимся. После удачного удара. Что там у нас уже осталось у дракошки. Ага. Еще до половины дошли. Так. Давайте я сейчас остановлю запись. И уже буду добивать дракончика. Опять ее включу. И так. Мы добиваем уже практически нашего дракона. Таким нехитрым способом перебегания. И сохранение. Сейчас ему чуть-чуть уже осталось. Сохранимся. Думаю еще кружок. И он упадет. Ну давай умираю уже. Красный дракон. Есть. Тарсон у нас его убил. Зверь. Убийца драконов. Так. Сразу же дракона не лутаем. Объясню почему. Сейчас соберем вначале все что есть в пещере. Да. Чтобы не забыть. Я не знаю. Обычная какашка. Ладно. Ничего. Ничего. Обычный арбалет. Так. Смотрите. Сохраняемся перед тем как лутать дракона. Обязательно сохраняемся. Вот. И лутаем. Так. Наверное подъем ближе. Пересохранимся. Амулет. Что за амулет? Амулет нас не устраивает. Мы ищем и загружаемся. Если выпадает какой-то шлак. Объясню почему. С дракона может выпасть артефакт. Может выпасть дорогая вещь. Я не знаю. А не обычные сапоги. Поэтому. Мы лутаем до тех пор. Пока у нас не попадется что-то эксклюзивное. Так как это высшее существо дракон. То с него и падает периодически. Вот артефакт. Высшие вещи. Артефакт должен стоить около 30 тысяч. Нет места. Мы конечно его не опознаем. Да. Не распознаем. Так. Мы здесь все взяли. Письмо. Здесь где-то кто у нас взял письмо. Ага. Вот. Его надо прочитать. Формент Денька. Все. Лук. Вот он он. И пропавшие путники. Вот он на квест. Так. Оденем обратно им оружие ближнего боя. Да. И молоток. Я не знаю. Ты тоже не знаешь. Ну оденем так. Все. Идемте сдавать квестики. Мы все на этом острове сделали. При желании люди можете еще там в таверне пару раз поспать. Сейчас я покажу как. При ночлеже или как там. Короче когда мы отдыхаем. Там сутки двое проходят. То на острове ресаются стрекозы. Не знаю драконов ряды конечно. Ресается. Вот стрекозы ресаются. Сдаем. Да. Вот заодно. Заодно ляжем поспим до утра. Закрыто. Давайте. Поспим. В принципе. Здесь на первом острове не сложно. Ну это конечно благодаря бафу. Там мы. Все. Мы победили. Тысячу еще за участников пропавших. Можем отплывать. Но перед тем как отплывать советую. Конечно здесь если денежка у вас остается. Побегать. Поизучать разные навыки. Посмотреть какие вам надо. Почему? Потому что потом будет сложнее. Там магию поизучать. Сложнее будет там дальше понаходить. Ну мне так кажется. Конечно не сложно особо. Но все равно. Что у нас там стрекозы реснулись. Реснулись. Можно пойти стрекоз побить еще. Набить чуть-чуть денежек. Сейчас посмотрим. Может мы уровень взяли за дракона. Да. Четвертый уровень. И всего тысяча до пятого. Здесь можно и пятый набить. Так. Ну в принципе. На этом я пока не останавливаю. Первый летсплей по этой игре. Кто хочет продолжения. Жмите лайки. Подписывайтесь на канал. И увидимся. В следующем выпуске. Всем пока.